Букет цветов Принцесса, полетели пелесосы Ох! Етин, на помощь! Принцесса! Принцесса, я тебя спасу! Етин! Сирий, как спасти принцессу от пылесоса Горыныча? Для того, чтобы победить пылесоса Горыныча, понадобится меч-леденец. Он спрятан в большом камне у подножия башни пылесоса Горыныча. Спасибо! Вот же это место! Меч-леденец Зал Ясин, спаси меня! Я здесь! Я уже иду! Ясин, ты пришел! А ну, опусти, принцесса! Нет, она моя! Мы вместе пылесосы будем! Ну уж нет! Не царское это дело! С пылесосами водится! Есин, ты мой спаситель! Мамочка, почитай мне сказку! Конечно! Какую сказку ты хочешь? Красная шапочка! Ну, давай! Красная шапочка, да? Жил-был в одной деревне маленький мальчик. Ко дню рождения подарила ему бабушка красную шапочку. С тех пор мальчик всюду ходил в своей новой нарядной красной шапочке. Как-то раз испекла мама круассаны и сказала сыночку, Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Снеси ей эти круассаны и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собрался красная шапочка и пошел к бабушке в другую деревню. Идет он лесом, а навстречу ему пылесос. Очень захотелось пылесосу съесть красную шапочку. Да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся пылесос и спрашивает мальчика. Куда ты идешь, красная шапочка? А красная шапочка еще не знал, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с пылесосами. Поздоровался он с пылесосом и говорит. Иду к бабушке, несу ей вот эти круассаны и горшочек масла. А далеко ли живет твоя бабушка? Довольно далеко. Он в той деревне за мельницей. В первом домике скрадил. Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Сказал этот пылесос и покатился, чтобы было духу по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошел по самой длинной дороге. Шел он не торопясь. По пути то и дело останавливался. Рвал цветы и собирал букеты. Не успел он еще и до мельницы дойти. А пылесос уже прискакал к бабушкиному дому и стучится в дверь. Тук-тук-тук. Кто там? Спрашивает бабушка. Это я, внучок ваш, красная шапочка. Отвечает пылесос детским голоском. Я к вам в гости пришел. Круассаны принес и горшочек масла. А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка. И крикнула. Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется. Пылесос дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился пылесос на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро он пришел и постучался. Тук-тук-тук. Кто там? Спрашивает пылесос. А голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугался было, но потом подумал, что бабушка охрипла от простуды. И оттого у нее такой голос. Это я, ваш внучок. Принес вам круассаны и горшочек масла. Пылесос откашлялся и сказал потоньше. Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется. Красная шапочка дернул за веревочку, дверь и открылась. Вошел мальчик в домик, а пылесос спрятался под одеяло и говорит. Положи-ка, внучок, корзинку на стол. А сам приляг рядом со мной. Ты верно, очень устал? Красная шапочка прилег рядом с пылесосом и спрашивает. Бабушка, а почему у вас такой большой рот? А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое. Не успел красная шапочка и охнуть, как злой пылесос бросился на него и проглотил с башмачками и с красной шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходил мимо домика дровосек с топором на плечах. Услышал он шум, вбежал в домик и разобрал пылесос. А потом открыл его брюхо и оттуда вышел красная шапочка, а за ним бабушка. Оба целые и невредимые. Ой, мама, какой злой пылесос в этой сказке. Какой пылесос, Ясин? Мы сказку про Волга читали. Но тут же и сказала пылесос. Не говорила я пылесос. Сказка про красную шапочку и Волга.